Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Инвестиции в искусство. Современные художники». И с нами сегодня художница из Москвы Мария Соколова. Мария, приветствуем вас! Приветствую всех! Приветствуем! Друзья, сегодня у нас третий эфир передачи по работе Марии «Сказка Киралы». Мы начали с обсуждения концепции, затем посмотрели подмалевок. Вот сегодня мы уже увидели практически готовую работу. Давайте мы ее откроем и пообсудим вместе с автором. Начинаем. Мария, видите работу? Да, я вижу. Отлично. Мария, что, ну, по-моему, та концепция, которую вы планировали, она получилась, отражена. А что, на ваш взгляд, вот что вам в вашей работе наиболее нравится, какие методы вы применили, что, так сказать, вот для нас, непрофессионалов, нужно знать об этой работе? Ну, мне нравится атмосфера этой работы, она передает вот этот вот дух Киралы, то есть у меня такой был замысел именно какое-то ощущение передать, теплоты, солнечности. Вот, приемы, ну, наверное, классические приемы масляной жилописи, то есть сочетание холодных и теплых тонов, если вы это умели. Вот, но она, конечно, еще не законченная, то есть еще требует проработки и деталей. То есть это еще в процессе работы. Я понял вас, да. Ну, во-первых, да, друзья, Киралы – это юго-западный штаб Индии. Я так понимаю, что там климат тропический практически, да, Мария? Ну, там даже субокартериальный, потому что он влажный очень. Ну, да, океан-то рядом, конечно, конечно. Там океаны, там очень много рек, очень много озер, очень много вот разных таких водных финалов, вот. И природа, она очень пышная, то есть она вот зеленая, вот, много пальм, много деревьев, банановых деревьев. Очень такая богатая природа. Да, да, ну, получилось, что климат теплой воды много, и вот такое буйство получилось природы, растений, красок. Понял вас? Да, да, буйство, буйство именно. Да, буйство, где мы у вас на красоте. Я в Кирале не был, но уже как бы догадываюсь, какая там красота. Почему вы назвали сказкой Киралы, потому что, конечно, все очень красиво. Коллеги, я хочу обратить ваше внимание, что два, мне кажется, новаторских момента. Это здесь сиреневый цвет, достаточно смелый, сиреневая облака, которая отражается в сиреневых лотосах. Вот, мне это сразу бросается в глаза. Ну, и мне, например, очень нравится, ну, солнце садится, правильно? У нас вечер, правильно, Мария? Ну, у нас ближе к вечеру, еще вот оно, да, оно уже идет к вечеру, да, такое пол, после, скажем, такое время, после трех-четырех вот такой вот уже. Сиеста такая, да? Да, солнце еще здесь, оно прям конкретно не обозначено, то есть оно будет появиться, вот. То есть тут еще не доработано, лотосы тоже не прописаны, то есть это все будет дорабатываться, конечно. Так вот, я хочу сказать, что садящееся солнце, друзья, окрасило лес на заднем плане в оранжевый цвет, очень смелое решение, яркая такая доминанта, мне нравится. Как вы сами считаете, это удачное решение? Да, я считаю, удачное, потому что в том случае, когда солнце уже вот ближе к карату, то получается, что мы на горизонте видим очень такое теплое все, теплые цвета, в которых отражается солнце, лучи солнца. Я понял. И это очень такое комфортное время, вот, не сильно жаркое уже, очень приятное. И даже я вижу пальма, верхние листы зеленые, а внизу тоже из-за подлеяния солнца тоже уже оранжевые такие, да, такая? Ну, конечно, да, они же, они же как-то, да, в них отражается солнце. Я не знаю, вы как бы знаете, я понял. Здорово, здорово. Мне кажется, вот это сочетание оранжевого и сиреневого немного неожиданное, на мой взгляд, и не в каждой картине встречающиеся. Это такой интересный, новаторский ход, на мой взгляд, так что здорово, здорово. Вот, и, ну, люди вдалеке плавут, понятно, представим, что это романтическая парочка, плывет вверх по реке. Вот, и справа, Мария, справа под деревьями, под пальмами, я вижу животного. Кто это животное? Да, я не убрала пока еще вот этого животного, вот этого леопарда, потому что что-то мне его жалко стало. Я понял. Вот, поэтому он там остался. Я понял. Ну, это символ природы, потому что природа, ну, там они есть, действительно, там есть животные, это же не только, ну, только пальмы, то есть и фауна, и флора. Вот еще орел будет, я его, ну, пока его не видно, вот. Ну, то есть, что жизнь, такая символ жизни, что жизнь, она вот в Кирале и пальмы, и реки, и вот, и солнце, и животные, то есть, тут все вместе такое. Мария, вы на портале инвесторов, давайте торговаться, меняем орла на леопарда. Почему? Леопард, ну, ну, как бы здесь вот тут даже выглядит такое впечатление, что рядом с ним лежит загрызенный труп. Вот, что рядом с леопардом написано, там какие-то бревна лежат, или что это лежит? Не, не бревна, там не написано, там леопардик маленький, это котенок его. А перед ним, а перед ним что? А перед ним, ну, это листья, да, они тоже еще не детализированы, нет там никаких трупов вообще. Ну, да. Я даже не знаю, почему такая ассоциация с леопардом сразу трупы. Да, да, да. Есть еще один. Вот есть, кстати, такой парк Тайган, там, где львы, они вообще, ну, львы всякие, вот такие животные, кошки, они вообще домашние, они взаимодействуют с человеком, и, то есть, как домашние практически кошки. Да, да, да. Человек, там, животным гладит леопарда, там, или еще чего-то. А вот чисто на пейзаж наложить животного понижается планка. Мы же, ну, анализируем все продажи, вот, что продается, как продается чистый пейзаж, это 58% рынка, вот, поэтому я приглашаю вас сделать чистый пейзаж, ну, то есть, человек, орел, черточка вверху, это допустимо. Леопард уже бьется, уже снижает планку. Вот, чисто товарную я имею в виду, здесь к искусству это не имеет ни малейшего отношения, но я вас призываю учесть этот инвесторский запрос и леопарда сделать отдельной картиной у себя для души, а здесь, так сказать, вот подчиниться суровой, суровой норме жизни. Давайте подумаем, я ни в коем случае не настаиваю, то, что вы напишите, через неделю мы увидим, то и будем продавать, но вот такая точка, вернее, такая статистика есть. И мне, например, кажется, что еще одна причина, почему брать леопарда, он отвлекает внимание от лотосов. У вас лотосы центральным таким становятся, хотя они в нижней части, но они, по факту, одни из центральных событий. Вот горящий лес под солнцем и такие контрасты между огненным лесом и нежными сиреневыми лотосами, мне кажется, вот это основная идея картины. Леопард, но явно выпадает он из этой обойны. Теперь люди. Люди, да, люди хорошо удалены вдалеке, такая романтика создается. Мария, где будет орел? В небе высоко? Да, он будет в небе высоко, он будет над пальмой, над пальмой, потому что они иногда вот там вынесятся, там, где пальмы. И орел это такой тоже, ну, не знаю, символ Кирала или нет, но их там очень много, орлов. То есть, очень часто можно видеть орлов. Я понял. Ну, он будет, так сказать, прописан линией или будет крупно его видно? Ну, крупным он, конечно, не будет, потому что над пальмой. Вот, то есть, не получится крупно. То есть, да, он будет маленький, ну, как такой вот взлетающий орел. Ну, или парящий над пальмами где-то в высоте. Ну, да, где-то парящий. Линии, да, такой. Я, наоборот, за то, чтобы он был визуально так же, как и люди. На таком же расстоянии, приблизительно небольшой, в такой виде линии. Мне кажется, перегружать не надо картину. Картина прекрасно выполнена. Вы знаете, идиллия, вот реально, идиллия, как у Клода Мане, вот этот его мостик с лилиями. Прямо прямая параллель сразу какая-то идет. Причем у вас еще, ну, естественно, экзотика индийская добавлена. Плюс вот лодка, плюс, ну, здесь нет мостика, но есть лодка, есть задний план очень хороший, очень яркий, броский. Так что двумя руками за эту концепцию. Вот, минус леопард, правда. Поняли вас? Спасибо большое, Мария, вам за ваш рассказ по вашей картине. Ну, что вам понравилось, мы поняли. А есть моменты, которыми вы недовольны, которые, кстати говоря, может быть, будете поправлять. Вот что не очень получилось пока, на ваш взгляд? Ну, я буду лотосы прописывать, потому что они пока не прописаны, а только намечены. Так, а что еще? Мне так наглядно. Да, да, поверните. Ну, то есть, скорее, я бы сказала, общая детализация, какая-то прорисовка, такое выразительность, то есть увеличение какой-то общей выразительности. Ну, вот на этом. Вот насчет Орла тоже я уже не знаю, действительно. Я посмотрю, как он будет вписываться, потому что он тогда вписывался, а сейчас вот я не знаю. Но если впишется, будет Орел тогда впарить. Я понял. Если не впишется, мы не расстроимся. Опять же, речь идет о коммерческой составляющей. Чистый пейзаж – это вот то, что людям наиболее в мире интересно. Я их понимаю, я сам люблю пейзажи. Вот я вам, честно говоря, в доме. Мария, вы в этой работе как себя видите? Гиперреалист или импрессионист? Или, скажем так… Я сразу скажу, не гиперреалист. Нет, я импрессионист, потому что я на эмоциях больше, то есть на впечатлениях. И для меня важно именно в картине передать общее впечатление. Потому что для гиперреалисты есть фотографии. То есть я, конечно, и сама я любитель импрессионизма. То есть таких вот даже авангардов какого-то. То есть меня это больше впечатляет, когда я смотрю на картины. Такие вот именно… Хотмане, конечно. Вот наш музей пушкинский, вот, в Пушкинском музее собрание коллекции импрессионистов тоже очень люблю. Вот такой вот стиль, он мне наиболее импонирует. Я понял. То есть вы будете прописывать детали только для того, чтобы определять законченность самой идеи. Да, конечно. Чтобы была законченность, чтобы с этого решение было интереснее. Ну и, конечно, законченность. То есть нет цели сделать фотографию. Понял вас. Ясненько. Нет-нет, мы понимаем, что, так сказать, здесь нет такой цели. Вы пишете сказку. Сказка всегда должна быть такой, ну, скажем, прежде всего яркой. Мария, неделя остается до окончания работы. По срокам вы успеваете, все нормально, да? Ну, я думаю, что успеваю, да. По ощущениям я думаю, что да. Здорово, здорово. Как вы сейчас работаете за последнюю неделю? Получалось прям целый день работать или несколько часов, потом даете краски посохнуть? Как это вообще у вас работает? Ну, конечно, не сразу же все за один раз, потому что нужно дать краски высохнуть. Вот. И я стараюсь работать, конечно, в светлое время, потому что искусственное освещение уже, ну, оно искажает цвета. Поэтому я стараюсь именно использовать светлое время дня. И, конечно, не в один день, но то есть, чтобы краска подсохла, можно было что-то добавить как-то так. Я понял вас. То есть, лампочка, которая у вас слева, ну, относительно вас с правой руки, она чисто для дизайна или все-таки вы используете ее иногда подсветку? Да, я иногда ее использую, но она, к сожалению, очень отсвечивает. То есть, масляные краски, они блестят, и получается такой блеск, так что не сильно удобно. Лампочка у меня для других больше целей, не для того, чтобы писать масло. Масло писать лучше для дневного освещения. Я понял вас. Да, эта мысль звучит, причем достаточно часто. Ясненько. Вы писать маслом как-то подчеркиваете, то есть, вам больше, я так понимаю, нравится не масло, а что-то другое, какой-то материал, да? Что вам больше нравится? Ну, я не могу, мне масло очень нравится. Почему? Потому что масло дает именно такие живые цвета, и сами цвета очень чистые в масле. Я люблю очень масло. А так, акварель тоже очень люблю, потому что интересная техника живописи акварели. Но там, конечно, чтобы акварели, надо все делать сразу же, чтобы получалось, потому что поправлять уже сложно, сложнее, чем масло. Да, там пальцем не сотрешь, это правда, да. Нет, пальцем, ну, есть техника, можно вымывать, если хорошая бумага, но пальцем уже нет, не получится. Есть мастихи, но как это делают. Ну, я и акнил тоже использую, и на компьютере вот я сколько рисовала, потому что, ну, это было долго очень моей такой основной работой. Вот, поэтому. Я понял, спасибо. Мария, когда работа будет закончена, кому из друзей и родственников вы отправите первыми готовую фотографию? Ну, конечно же, Женя. Прямо-таки же, не подружки Люси, не маме, а вот сразу Евгению Бочарову. Ну, конечно, ну, потому что, ну, как он, ну, как учитель мой, да, и я с ним тоже советовалась в каких-то моментах, вот, поэтому, конечно, ему. Я понял вас ясненько. Ну, а ваши родственники, кстати говоря, как рассматривают ваше творчество, как к нему относятся, нравятся, критикуют? Ну, они нравятся. Конечно, они постоянно меня просят что-то им написать. Ой, а когда, Маша, а когда ты мне напишешь еще какой-нибудь пейзаж? Ну, они любят такие больше русские мотивы, вот березы, ну, у меня, опять же, нет этих фотографий, может быть, в следующий раз я сделаю, вот, то есть там березовая роща, например, вот, они больше всего это любят, именно такие работы, русскую природу. Я люблю экзотик. Ну, видимо, выросли, где выросли, там и нравится, естественно, да. Ну да. Они, 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 я думаю, что ваши родители не мотались, как вы, по всему миру, поэтому, как бы, им ближе то, что они видели, естественно. Вот, это, да, и чаще всего так и бывает. Ну, русская природа, слабая. Это точно. Слава Богу, есть у нас все, что написать еще, вот, вот. Я, кстати говоря, бываю, когда у художников, кто пишет русскую природу, я поражаюсь, сколько вообще сюжетов придумывается вокруг простых и деревянных домов и березок. Это вообще какой-то неисчерпаемый кладезь вообще каких-то совершенно необычных сюжетов. А, я, кстати, могу показать, у меня вот акварель зимняя есть, если интересно, она у меня просто рядом. Конечно, интересно. Такая вот именно русская, если про русскую природу, русская зима, сейчас я тогда ее принесу. Ну, просто она у меня здесь недалеко. Давайте, конечно. Сейчас, друзья, мы посмотрим творчество Марии на русскую тему. Я, правда, не знаю, как будет видно. Но я вас даю крупно, поэтому все будет видно нормально. Это акварель. Ну, так, конечно, не очень четко. Нормально, нормально. Это акварель, да, вы говорите? Да, это акварель. Угу. Ну, замечательный склон такой, елки, вот, замечательно. Так, цвета, конечно, не очень подробно, ну, как бы, они размываются тут. Потеря, там, все оттенки, акварель, конечно, очень богат оттенками, здесь все оттенки можете видно, но сама идея понятна, да, очень интересно. Ну, это вот русская, это наша русская зима. Уже не экзотика. То есть, бывает иногда, я могу написать что-то такое. Вы из головы это взяли или это где-то был сюжет такой реальный, видели такой склон? Нет, это реальный сюжет, это реальный. А вот зимой можно писать прямо как на пленере? Не холодно, не замерзает краска? Ну, в пленере нет. То есть, конечно, это все дома делается. То есть, это просто берется, да, какая-то идея, но я такое не практиковала никогда, чтобы вот прям в такую зиму вот такую снежную. Нет, ну просто элементарно вода застынет, и там особо ничего не напишешь, это естественно. Я понял вас. Ясненько, спасибо. Мария, кстати говоря, были ли вы когда-либо в Китае? Нет, в Китае не была никогда. Но хочу побывать, конечно, в будущем, потому что Восток мне, в принципе, интересен, и тоже китайская философия интересна. Там, я, наверное, изучала Дао Дэ Цзинь, и Фэн Шуй тоже. Ну, я много чем интересовалась таким вот и восточным, и западным. Но я считаю, что очень глубокая, конечно, у них философия. И такое вызывает это уважение, потому что в этом что-то определенно есть, как я считаю. Я понял вас. Ну, а вообще вот тема Китая в творчестве, когда-то касались этой темы? Может быть, там что-то писали, какие-то писатели, какие-то, может быть, драконы, я не знаю, что-то вообще касались когда-то? Или Китай как-то пока еще нет? Да, я писала, писала, писала тоже акварели, писала лилии, лилии, водяные лилии, то есть такая вот типичная китайская живопись. Я даже как-то на мастер-класс ходила, посвященный китайской живописи, там выступал китайский художник, который вот пишет именно в таком стиле. Очень интересно было. То есть такие частые сюжеты, это что? Это пионы, это лилии водяные, да, это журавни. То есть такие вот знаки, которые означают что-то очень такое вот благоприятное, шуйное. А лилии означает что-то благоприятное у них, да, по культуре? Ну, конечно, да, лилии. Лилии, мне кажется, они везде, везде означают какое-то, ну, такое благоприятное значение, символ чистоты. Я понял, лилии белого цвета вообще у них китайцев, они же разного цвета бывают. Ну, я писала белые, я писала белые лилии, то есть вот такие вот, ну, кувшинки лилии, кувшинки, они вот на таких листах еще, вот, где-то у меня есть эта работа, но прям я сейчас ее не покажу. А через неделю покажете, мы с интересом посмотрим. Хорошо, если она у меня вообще. Хорошо, я постараюсь. Начнем с того, если вы ее найдете, потому что иногда вещи у тебя еще не факт. Нет, она может быть не у меня, да, действительно. Если ты ее найдешь, это точно. Потому что это уже давно очень, давно я писала. Я понял. Нет, китайская культура просто, она такая очень богатая, много о ней пишут. Да, очень богатая. Интересно вас узнать. Я вижу, как вы влюблены в Индию, думаю, там не затесалась ли там любовь к Китаю еще. Поскольку, ну, такие все-таки две культуры. Там конкурируют, конечно, культуры китайская, индийская и японская. Вот вам какая, кстати говоря, ближе? Потому что это разные абсолютно, естественно, конкуренты. Китайская или японская? Китайская, японская или индийская. Какая культура? Ну, естественно, мне индийская ближе, потому что я уже как-то прониклась с этим. Вот. Но также интересная китайская, вот особенно фэн-шуй, потому что, ну, я использую такое фэн-шуй для улучшения пространства. Поэтому изучала даже специально, даже более того, я даже консультации давала по фэн-шуи. То есть было даже такое, то есть я, да, погружалась в это. Вот. Японская культура, конечно, другая, чем китайская. Но японцы вообще поражают своей вот этой инопланетностью какой-то. Настолько они, настолько они вот такие уникальные и загадочные. Вот. Ну, тоже, конечно, очень интересно. Я занималась каторис-интерю. Это такая школа, которая учит владеть семечом, ну, катанами. То есть у меня тоже такое было в моем прошлом. Вот. Было бы интересно посмотреть на фотографии вы с катаной. Это было бы любопытно. Но у меня где-то есть, да, есть такие фотографии. Как много мы о вас еще не знаем. Я понял вас. Ой, много всего, да. Спасибо, спасибо, Мария. Я, кстати, думаю, что вот мне себя тоже спросил. А мне-то какая культура понравится из этих трех? Наверное, китайская однозначно. Причем, знаете, ну, говорят, что славяне – это протокитайцы, протокитайская общность, которая пришла из территории Китая в третьем веке нашей эры. То есть 1700 лет назад. Я что-то сомневаюсь, но когда я пробую китайскую курочку с кисло-сладким соусом, я думаю, что так и было. Наверное. Да, китайская кухня – это отдельная, конечно, тоже очень она интересная. Как и культура. Прямо чувствуешь, это мое. Понял вас. Спасибо большое, Мария, вам за ваш рассказ о вашей картине, о ваших взглядах на жизнь. Это очень интересно. Мы очень рады, что с вами познакомились. Надеемся на длительное, долгосрочное сотрудничество. Ну, а через неделю будем рады увидеть вашу картину. Галерея уже ждет в начале апреля. Ну, через неделю мы посмотрим работу, потом она подсохнет. Вот. И потом мы уже встречаемся все вместе в галерее и занимаемся дальше по плану. Так что, Мария, удачи, хорошей вам работы. Будем рады вас видеть здесь же. Уже получается 23 марта. Да, получается так. Всего вам доброго, до свидания. Спасибо большое. И вам всего хорошего. Всем хорошего дня. Спасибо. До свидания. До свидания.